Всем привет, друзья! С вами вновь профессор Гуглов. И сегодня расскажу вам о 8 самых ужасных туристах в мире. Но прежде чем мы приступим, я напоминаю вам о нашем втором канале под названием Тип Топ. На нем точно так же, как на моем канале, выходит ежедневно видео, которые точно не оставят никого равнодушным. А этот голос, ммм, он просто шикарен. Переходите по ссылке в описании под этим видео и убедитесь сами. Канал Тип Топ. Подпишись. Турист, оштрафованный на 25 тысяч долларов за вырезание своих инициалов в Колизее. В ноябре 2014 года был передан охранником, вырезавший свой инициал на стене Колизея, турист из России. К сожалению, стены этой древней, построенной в 80-х годах до нашей эры арены, просто изрисованы граффити. И все из-за слабого законодательства. Однако, вырезанная 42-летний мужчиной 25-сантиметровая буква «К» была достаточно веской причиной для штрафа в 25 тысяч долларов и четырем годам лишения свободы условно. В прошлом году итальянское правительство решило приструнить вандалов. Было арестовано пять человек, в том числе две сделавшие селфи женщины из Калифорнии. И австралийский мужчина, который держал своего сына, пока тут вырезал свое имя. Голые туристы в Мачу-Пикчу Австралийский турист Лайем Тимоти и новозеландец Мэтью Джаррет были пойманы обнаженными в священном городе инков Мачу-Пикчу. Они были ненадолго задержаны полицией и позже были вынуждены удалить фотографии своей экскурсии. Однако к гневу властей неизвестные разместили видео с голыми Лайемом и Мэтью на YouTube. Раздевающиеся в Мачу-Пикчу туристы являются такой серьезной проблемой, что Министерство культуры было вынуждено разместить возле этого места знаки, напоминающие туристам о том, чтобы они ни в коем случае не снимали свои штаны. Британские туристы, укравшие пингвина А эта история может стать сюжетом британской версии «Мальчишник в Вегасе». Два британца, отдыхающие на золотом побережье Австралии, ушли в запой. А когда они проснулись на следующее утро, то обнаружили в своей комнате пингвина. Пытаясь вспомнить события прошлой ночи, ребята вспомнили, что выпили полтора литра водки, ворвались в аквапарк «Морской мир», стали плавать с дельфинами и залили все вокруг пены от огнетушителя перед тем, как схватить пингвина по имени Дирк. Парни по имени Рис Джонс и Кэрри Мулл сказали, что они чувствовали себя ужасно и поначалу пытались позаботиться о Дирке, поместив его под душ, но затем бросили его на соседнем пляже. В конце концов, они были пойманы после того, как они опубликовали видео и фото этого инцидента на ютубе. Они были признаны виновными и оштрафованы на 636 фунтов стерлингов. Норвежец, отключившийся и уснувший на багажном конвейере Оистен Суоро из Норвегии, видимо, был настолько измотан своим отпуском в Риме, что потерял сознание. Правда, он сделал это не совсем в гостиничном номере, а в международном аэропорту Рима имени Леонардо да Винчи. И нет, мужчина не лег спать на пол, он свернулся в позе эмбриона прямо на багажном конвейере. Суоро ехал на нем 15 минут, сжимая при этом банку пива. И даже прошел через рентгеновский аппарат, прежде чем его, наконец, заметила служба безопасности. Женщина разрисовывает скалы в охраняемых национальных парках. Судя по всему, американка Кейси Рокетт считает весь мир своим холстом, а свои граффити – искусством. Мало того, что она нарисовала акриловой краской картины на скалах, расположенных в десятках национальных парков, в том числе Йосемити, национальный парк Рокки Маунтин и Джошуа-3, так она еще решила похвастаться своими работами и разместила их фотографии в Инстаграме. Сейчас федеральные чиновники рассматривают вопрос о том, следует ли выдвигать обвинение против Кейси или нет. Семья прокатилась верхом на Ламантине Ламантины, или по-другому морские коровы, симпатичные и добродушные животные, которых, однако, запрещается трогать. Очевидно, Райан Уотерман не помнил об этом, когда во время посещения Тейлор Крик, Флорида, он подвел своих дочерей к Ламантину и посадил их верхом на него, а после разместил фотографии на Фейсбуке. Кто-то сообщил об этом властям, и Райан был арестован за нарушение закона о Ламантинах, созданного для защиты этого исчезающего вида от браконьеров или туристов-идиотов. Семья разрешила ребенку покакать на сиденье самолета Китайская семья, летевшая из Пекина в Детройт с самолетом авиакомпании «Дельта», вызвала международный шум, когда якобы позволил своему ребенку покакать на газету, постеленную на сиденье. По словам пассажира Луланя Ганвана, стюардесса попыталась остановить ребенка, но не успела. Запах быстро заполнил салон самолета, и это повлекло за собой возмущение пассажиров. Американский турист отломил палец статуи, которой 600 лет 55-летний американский турист из Миссури сказал, что он пытался измерить палец, созданный в 15 веке статую Девы Марии, но случайно отломил его. Считается, что статуя была создана в эпоху Ренессанса Джоанни Дамброджа. На момент происшествия она была выставлена во Флоренции. Хотя позднее вместо утерянного пальца статуи поставили гипсовой, пока не ясно, сколько будет стоить реставрация. Сейчас, в эпоху глобализации, позабыты элементарные правила посещения музеев, а именно, не прикасайтесь к экспонатам, так высказался по поводу случившегося директора музея Тим Верден. А на этом у меня все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про канал ТипТоп. Подписывайтесь и наслаждайтесь. А мое видео уже завтра в это же время. Не пропусти. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok